19 декабря президент Илхам Али принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Александром Жилкиным. На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией во всех сферах. Подчеркнуто, что сотрудничество с отдельными регионами Российской Федерации, в том числе с Астраханской областью, вносит вклад в дело укрепления наших связей. Доведя до внимания, что в Астрахани строится азербайджанский бизнес-центр, губернатор Астрахани Александр Жилкин отметил, что этот бизнес-центр послужит созданию в области логистического узла. Александр Жилкин выразил особую признательность президенту Азербайджана, фонду Гейдара Алиева, первому вице-президенту Азербайджана, президенту фонда Мехриван Алиевой, вице-президенту фонда Лелия Алиевой за поддержку оказываемой работе, которая проводится в Астрахани. Губернатор Астраханской области подчеркнул, что в День почтения памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева посетил школу, носящую имя великого лидера, где при поддержке фонда Гейдара Алиева были проведены капитальный ремонт и реконструкция, и учащиеся школы передали приветствие президенту Ильхаму Алиеву. Подчеркнув роль Астраханской области в деле расширения партнерских отношений между Азербайджаном и Россией, в частности торгового, экономического и регионального сотрудничества, президент Ильхам Алиев выразил в связи с этим признательность губернатору Александру Жилкину. На встрече было отмечено, что в 2018 году Астраханская область запустит прогулоченные теплоходы по Каспийскому морю, что внесет вклад в развитие туризма между странами Каспийского бассейна, говорилось о совместных мероприятиях в области расширения транспортно-логистических связей между Астраханской областью и Азербайджаном, поставках сельскохозяйственной продукции Азербайджана посредством области на российский рынок. В ходе беседы было подчеркнуто значение предстоящей сегодня Баку церемонии закладки фундамента Астраханского бизнес-центра, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области туризма, здравоохранения, сельского хозяйства, образования и технологий.